Тарарам-тарарам, надо больше уголёчка. А это у нас Муассель. Я всё так же стараюсь не усложнять, делать как-то полегче, более посвободно. И здесь ты видишь только 6 баночек табака от компании Муассель. Красиво, блядь. Ну согласись, блядь. Какая, сука, ебучая банка. Но она прям, блядь, веет уёбанным уютом, понимаешь? Когда мне компания Муассель их прислала, я их просто держу. Блядь, вот эта цветовая гамма, вот эта палитра, понимаете? Вот как всё это подобрано, эти ебучие, блядь, бабушкины коричневые крышки. Это какое-то тепло, блядь. Прям тепло, нахуй, знаешь? И вот эти коробочки квадратные тоже думаешь, блядь, как всё охуенно. Нет чего-то, ну прям суперкрутого в дизайне, понимаешь, да? Вот как сейчас все гонятся за нереально крутым дизайном, да, там, ебать. Как графика, 3D, какие-то моменты, да, то есть вот этот, блядь, всякая хуйта. То есть всё перегружено. И ты среди вот этого всего перегруженного находишь, помимо того, что это реально хороший продукт, так он ещё и, сука, стильный, нахуй. Давайте поговорим о нём. У меня здесь забита олд-гренада в лёгкой линейке. Сорян, не олд-гренада, а колд-гренада, холодная гренада. Я просто с неё кайфую. То есть я выкурил всё, что мне приходило именно для обзора. Я выкурил то, что мне пришло для меня, чтобы я это всё попробовал и как-то, блядь, собрал этот ёбаный обзор. Я такой думаю, блядь, надо же, Муасели уже выпуска дать, они же как бы ждут. Я начинаю шерстить и понимаю, что у меня есть, блядь, 3 банки полупустых или вообще пустых и 3 запечатанных. Так, благо, что у меня есть запечатанная и стронг, и классическая линеечка, чтобы всё это вам показать. Я думаю, блядь, надо снимать, иначе я это сейчас всё сегодня вечером тоже скурю. И, блядь, придётся у ребят заново просить Муасель, а я всё-таки попрошу ребята из компании Муасель. Если вы, блядь, смотрите этот выпуск и вам реально что-то интересно, пожалуйста, пришлите ещё мне табака. Это охуенно. Ну, а теперь давайте вернёмся к объективочке, к оценочкам, к дизайну. Всё это разберём, пощупаем, потрогаем. И начнём мы, наверное, с линейки Стронг и классической линеечки для сравнения. По упаковке они ничем не отличаются вообще. Единственное, на крепкой линейке, а это линейка Стронг, блядь. Здесь на каждой грани чёрная полоска с надписью Стронг, блядь. Но упаковка стильная, хорошая, всё запечатано, ну реально, то есть даже если брать транспортировку, то ну это пиздец. Да, и тут стеклянные баночки, это своего рода тоже эстетика. Давайте мы это всё откроем, потому что я всё равно нахуй это всё скурю. И мне там из этого ничего разыгрывать не надо. А если мы решим вдруг что-то разыграть, то конкурс будет на канале МВЧ. Почаще туда заходи в телегу. И там, возможно, мы разыграем Муассель. Короче, всё это открывается очень, блядь, неудобно на самом деле. Потому что я вроде что-то смотрел, пытался найти какую-то полоску. Ну нихуя. Ребята решили прям реально ебануть олдскул. Они прям решили, блядь, ебануть, так типа, блядь, заебёшься. Заебёшься, но потом кайпанёшь. То есть ты вот так открываешь. Соответственно, классическая линейка. И вот тут-то начинаются непонятки. Ну прям реально. Классическая линейка. Крепость. Пять из десяти. Пять из десяти. Пять из десяти. Пять из десяти. Вот тут есть полосочка, что это стронг и крепость. Шесть из десяти. Шесть, блядь. Вот пять, вот шесть. Разница в одно очко по крепости. Блядь. Как? Я до сих пор негодую. Я почти месяц назад записывал истории ребятам из Муасселя. Блядь. Какая нахуй, блядь? Какое, блядь, шесть, блядь? Какое, пять? Ну ебать. Как нахуй, бать? Неужели, блядь, есть, блядь, люди, которые ебать, ебать, крепче нахуй на одно очко ебать? Они в курении реально различаются. Не в одно очко. Если ты куришь классическую линейку, то ты куришь, да, она прикольная, она там чуть-чуть тебя накуривает. То есть есть какое-то насыщение. Когда ты бьешь стронг, то это реально крепковато. То есть это не супер крепко, типа, ой, ебать, меня убило. Нет. Это типа, ммм, блядь, чуть-чуть прямо вот сложнее. Надо бы уголек скинуть и побольше продувать. Вот примерно из вот этого, знаете, разница большая. Вот это все уютно, прикольно, приятно. Такое, знаете, какое-то доброе, домашнее. То есть продукт реально какой-то обладает вайбом домашнего уюта. То есть, знаешь, ты его трогаешь красиво. Я даже баночки не выкидывал, потому что они мне очень понравились. Курица? Хорошо. Курица? Прикольно. Есть вкусы, которые прям понравились. Это олд гренада. Это тот же цитрусовый манго. Это та же папайя. То есть экзотические фрукты прям получились шикарно. Но ультра охуенный топ. И я вам порекомендую начать знакомство с продуктом Муассель. Именно со вкуса холодная гренада. Это просто что-то, блядь, феерично историческое получилось. Я, правда, очень долго не мог понять, что такое олд гренада, потому что это не совсем гранат. То есть я вначале подумал, что они слово гранат обыграли как гренада. Возможно, так и есть. Но гранат у них получился, блядь, если так брать, какой-то ягодно-экзотический. Плюс немного холодка, и получилось все очень круто. А есть, конечно, неудачные вкусы. Например, просто, да, вот мята, она у них крайне неудачная. Она непонятная. Она больше похожа на Орбит, она больше похожа на Дирол. Но никак не на мяту, ни на перечную, ни на сладкую. Это просто реальная жвачка. И таких вкусов, в принципе, делится примерно 20 прям крайне неудачных для меня. И 80 просто тех, которые прям охота курить и курить. Что касается по консистенции, она здесь ультрапростая. Она, конечно, в кашу, то есть не в пластилин, да, там, не то, чтобы, блядь, прям пиздец. Но она прям мелко-мелко нарезанная. И она реально как будто паста. Да, здесь с турочкой не поиграешься. Идеально курить же, конечно, на фаналах, либо каких-то фанала подобных чашках, а-ля какие-то Биг Максы, да, вот, Кинг Пицца. Примерно из вот этого разряда. Но на турочке все очень печально. Особенно, если у вас какая-то старая турка, где большие дырки, то, да, тут вообще без вариантов. Это прям реально одна сплошная масса, одна такая консистенция. И за счет того, что в такую маленькую-маленькую баночку запихивают 40 грамм, она там спрессована. Соответственно, у нее нет такого момента, что где-то плавает сироп, потому что там нет места сиропу. То есть это просто берут и прессом запрессовывают. У тебя получается просто, ну, вот такая вот запрессованная банка, в которой ничего не двигается, ничего вообще не перемещается. И это все вот собрано прям в одно. Нет такого, что ты выкатываешь банку, у тебя остается на дне банки сироп, ты его выливаешь, нет. Пропитка просто охуенная. То есть почему? Потому что здесь нет по факту какого-то раздельного листа. Это просто, блядь, крем, нахуй, это ебучий скрам, да. Грубо говоря. Но он курится, он прикольно раскрывается и он выкуривается, в принципе, полностью. В чем заключается большущая проблема вот именно вот такого вот прям финал-финал ката, да. Когда вот прям все мелко нарезано, через терку, блядь, пропущено, еще раз нарезано, блядь. Какие-то бабки все это, блядь, вот так в ведре перемешали. Это все залили сиропом, опять порезали, опять, блядь, в миксер. Что табак там не до конца прокуривался. То есть нижние слои не получали именно какого-то проникновения горячего воздуха и не выпаривались. То есть получалось просто вот такая подушка. И, блядь, хуево. То здесь во время курения ты, блядь, вскуриваешь просто всю чашку во время всей сессии курения. Я курю, как и говорил, уже классическую линейку, не крепкую, потому что я подумал, что крепкую курить не буду, потому что у меня осталось мало, и я ее не хочу разъебывать на обзоре. Потому что, в принципе, на обзоре я курю, ну, так себе. Больше, наверное, для визуала, что я блогер, я, блядь, кальянный блогер. У меня есть кальян, YouTube нахуй заблокирует. В скором времени мне кальян за пропаганду всего этого. Блядь, Муассель это воистину самый уютный по дизайну и по курению. То есть даже ты, когда куришь, ты чувствуешь, что, блядь, табак делали за душой. Да, у ребят нет ультра ебучего бюджета. Ребятки где-то там производство, изготовитель в Перми, и они вот оттуда что-то как-то куда-то пытаются распространять. Я знаю, что Муассель хорошо пошел в Екатеринбурге, в Челябинске. То есть это такой уральский вайб, понимаете? Мувы у них чисто по Уралу. Конечно же есть в Краснодаре, в Москве, но сложно найти. В Ростове, блядь, Ростов это город, блядь, трех продуктов, нахуй. Вот в комментариях можете написать, город каких трех продуктов, блядь. И кто правильно ответит, ебать, я ему подарю, блядь, пак из Муасселя. Я попрошу Муасселя прислать мне еще табака. Когда он прыгнет, я вам отправлю. Вот, блядь, кто угадает, что я подразумеваю по тем, что Ростов город трех продуктов, тот получит от меня хорошее количество Муасселя. И что, и что говорить? Понимаете, продукт хороший, про него, блядь, сложно что-то прям супер его нахваливать. Вот был бы он плохим, я бы тут сидел бы и вот просто бы, блядь, минут 15 пиздячил бы за то, что, как вот я с пятеркой и шестеркой, да, меня это просто подразъебывало. Я, блядь, не могу понять. Да как, сука, блядь, одно очко, о чем вы думали, блядь? Физически, блядь, это то же самое, что, блядь, я приду к тебе, вот представь, ты, кальянщик, ты на смене. Я к тебе прихожу и говорю, ебать, забей мне, блядь, чашку Муасселя на шестерку. Ты мне бьешь чашку Муасселя на шестерку. Я такой курю, блядь, что-то не то. Слушай, а давай-ка попробуем забить чашку Муасселя все-таки на семерку. И ты такой, типа, блядь, а как это ебучее одно очко, блядь, ну, рассчитать. Ты мне забиваешь, вытвижи сами нахуй придумали эту градацию крепости по ебучим, сука, цифрам. Констатирую факт по Муасселю. Упаковка ебучая, классная, охуенная, мне прям нравится. Она красивая, прикольная, квадратненькая, очень приятная. Я прям вот ее трогаю и не могу натрогаться. Сама баночка тоже крутая, миленькая. Вот прям как бабушкино маленькое варенье. Вот сюда вот шишечку положить сосновую, блядь. Все это малиночка, либо клубничечка. И вот, блядь, она уютная. Вот так вот. Курица это все замечательно. Что в пятерке, блядь, что в шестерке. Ты просто берешь, блядь, и куришь. Не там, не там, не ультра крепкая, не супер легко. А вот какая-то золотая серединка. Я думаю, если ты не планируешь наебениться крепостью, для чтобы у тебя все потекло потом, тебе стало хуево, то Муассе для тебя это идеальный продукт. Просто покурить, познакомиться. А там уже заиграет чувство, пойдет химия, понравится ли он тебе. Все зависит уже от тебя. Тут я, к сожалению, не помощник и точно дать рецензию, поэтому не смогу. Что касается консистенции, да, она может многим не понравиться, потому что многим охота что-то поделать, что-то покрутить, да, там, позабивать. А то нет, это, это джем, это джем, назовем это джем, high-lux джем. И ты просто вываливаешь такую кучу, распространяешь ее вот так вот равномерно, размазываешь по фанулу и кайфуешь и куришь. Да, здесь кому-то нравится, кому-то нет. Но за счет того, что это вроде курица нормальная и полноценно все 100% в чашке выкуриваются под температурой там 3-4 углей, то это просто ультра шикарно. По вкусам тоже я ничего не буду говорить. Есть, блядь, брошюрки, есть, блядь, сайт, есть инстаграм, есть, блядь, телеграмму от селя. Там все эти вкусы с вот таким вот красивым описанием от копирайтера, который, блядь, это все придумывал, собирал, блядь, тропическая холодная гренада, да, кунись, блядь, там в холодные воды, попивая какую-то гренаду. Да, это все там расписано. Если тебе это важно, иди читай. Если тебе важно понять продукт и уже самому лично оценить каждые вкусы, то ты смотришь меня. Вот это вот так вот и работает. Читать брошюрки и прочее, прочее неинтересно. Да, я понимаю, это производителя, это очень важно, потому что он составляет ТЗ, как что должно быть, какие ссылочки, какое описание. Но это не трушно, это сложно, это очень наиграно, и это просто как читать по телесуфлеру, да, вот, и нет никакой души в этом выпуске. Здесь, конечно, возможно, дохуя сказанной хуеты, я там потратил твоих 15 минут. Но скажу так, что компания Moacel, это за очень долгое время, продукт, который мне очень понравился. Это Moacel. Ныряй в телеграм-канал мысли в чашки, и, возможно, когда дропнется этот обзор, там будет какой-то конкурс. Обязательно заходи. Это был Дава Дым, и мы пытаемся не усложнять.